Сегодня, я уверен, у нас очень интересный тест-драйв, потому что, во-первых, все три автомобиля белого цвета, как в советской песне. Три белых коня, декабрь, январь и февраль. Еще один интересный факт заключается в том, что вот эти вот три автомобиля, они представляют три разных концепции. Японский автопром, французский автопром и немецкий автопром. Мы будем сравнивать Toyota Camry с Peugeot пятьсот восемь и с Passat. Кстати, обратите внимание на Passat. Он у нас в кузове универсал, при этом Peugeot пятьсот восемь у нас и Toyota Camry классический седан. Поэтому про Passat мы будем рассказывать только до половины. Почему так случилось? Ну, нету, нету большего представительства тестового седана Passat, поэтому пришлось взять универсал, но это не так страшно. Нас в данном случае интересуют не багажники, а совсем другие вещи. Ладно, теперь выбираемся из леса и начинаем тестировать наши автомобили. Партнер программы нано протек. О внешности этих автомобилей я рассказывал уже миллионы раз. Toyota Camry это у нас с передней части просто оплавленный фунай, но вот этот цвет он конечно невероятно украшает машину и на нее приятно смотреть как в три четверти сзади, так и сбоку. Просто великолепно в этом цвете выглядит машина и я призываю всех, ребята, прекратите покупать черную Camry на черной коже. Есть и другие классные цвета. Что касается Peugeot 508, для меня это саблезубая белка, для большинства французов это лев с гигантскими клыками. Нововведение от французов французов это надпись пятьсот восемь прямо можно сказать на капоте или на переднем бампере. Белый цвет для этого фастбека это тоже отнюдь не лишнее. Кстати, если посмотреть на пятьсот восьмой сзади, не знаю как вам, а мне он почему-то напоминает Вольво. Последнее поколение Вольво седаны выглядят приблизительно вот так. Что касается Passat все как всегда. Очень сдержанно, очень консервативно. Для кого-то может показаться унылым, а для кого-то в самый раз и так что же может противопоставить Toyota Camry своим европейским конкурентам. Что касается дизайна, думаю, что он на любителях, хотя в белом цвете машина выглядит эффектней, например, чем черная. Это мое личное мнение и понятное дело, что на вкус и цвет товарищей нет. Можно конечно пообсуждать переднюю часть, передний бампер, но судя по продажам любителей японских автомобилей это отнюдь не останавливает. Тем не менее, я не готов говорить о том, что дизайн экстерьера это конкурентное преимущество Toyota Camry. А вот если говорить о размерах салона, об удобстве пассажиров, о том, что заднее сиденье и спинке этих задних сидений у нас регулируется по углу и это конечно добавляет в автомобиле комфорта, то это конечно серьезное конкурентное преимущество, например, на Peugeot пятьсот восемь, потому что там, как вы помните, салон достаточно тесный. Но главные аргументы Toyota это конечно же гибридная установка, невероятно, энергоемкая подвеска, чудесная плавность хода и отличная шумоизоляция. Вообще, когда мы говорим о совокупности вот этих вот качеств, то на самом деле Toyota Camry выходит на автомобиль уровень выше. Она стоит там сорок тысяч долларов. При этом, чтобы получить такую плавность хода, шумоизоляцию, такую классную подвеску, вам нужно будет потратить где-то семьдесят восемьдесят тысяч долларов, чтобы купить по-настоящему премиальный автомобиль. Понятное дело, Camry не премиум. Когда мы смотрим на вот этот салон, когда мы смотрим на компьютерную графику, когда мы смотрим на эти дисплеи, когда мы смотрим на качество отделки, то мы снова опускаемся в тот самый сегмент, где Toyota Camry самое место. Почему мы взяли на тест гибридную версию Toyota Camry против дизельных автомобилей? По одной простой причине. У японцев никоим образом не получались дизельные моторы. Нельзя сказать, что они вот в этом каким-то образом сильны. Бензиновые, маленькие, компактные, экономичные, пожалуйста, с дизелями, ну, скажем так, было пробленно. Чего знаменитого японские моторостроители с дизелем нам предложить не могли. Поэтому они придумали гибридные системы, где существует бензиновый мотор, в нашем случае два и пять литра, где существует маленькая батарея, где существует генератор и электромотор. И все у них начало получаться. А к две тысячи двадцатому, две тысячи двадцать первому году становится очевидным, что гибридные технологии являются переходными к электромоторам или к каким-нибудь водородным технологиям. И сегодня гибридные моторы Toyota невероятно актуальны. Сегодня практически все производители начинают делать гибриды. Поверьте мне, в ближайшие годы вы удивитесь, какие гибриды выкатит вам на автосалонах компания Peugeot и Citroen. Во-первых, у этой марки появится огромное количество полноприводных моделей, потому что гибридные технологии это позволяют. На заднюю ось можно поставить дополнительный электромотор и вуаля вам не нужно очень сильно вкладываться в разработку своих систем полного привода. Чем силен тойотовский гибрид? Ну, во-первых, это качественные экологические стандарты. Понятное дело, что для украинского потребителя это пустой звук, потому что у нас стандарты евро ноль, а вот для европейцев это важно, потому что за каждый грамм выбросов в атмосферу они платят налоги. Именно поэтому в этом поколении Toyota решила вернуть Кемри на европейский рынок, потому что они чувствуют, что спрос будет даже несмотря на то, что модель имеет кузов седан, который не очень популярен на европейской рынке. Да-да-да, там правят балл универсалы и компактные кроссоверы, как в Украине. Главный аргумент гибридной установки для украинского потребителя, это, конечно, расход топлива и, как ни удивительно, динамика разгона. Современные бензиновые моторы, задушенные стандартами Евро шесть, превратились в овощи, а гибрид позволяет вернуть им былую силу или былую славу. Вот это вот Toyota разгоняется до сотни за восемь и три восемь и две секунды. Это очень быстро на фоне конкурентов. Практически во всех режимах загородной езды, даже если ты едешь сто восемьдесят, не дай бог километров в час, что строго запрещено правилами дорожного движения, ты получаешь расход топлива семь с половиной, ну, максимум восемь литров. Это очень хороший показатель. Обычно это семь и меньше семи. Вы скажете, ну и что, какое-то чудо, обычный дизельный мотор может сделать точно так же на трассе. Да, безусловно, это правда. Но как только вы попадаете на гибридном автомобиле в пробке, то ваш расход топлива начинает падать. Он начинает падать до пяти литров, до четырех литров и даже до трех литров на сто километров пути, потому что вас начинает спасать электромотор. Здесь, кроме режима въезды, эко, нормальный и спорт, также есть EV-мод. Это означает, что километр или даже полтора километра вы сможете проехать на чистой электротяге. Также это означает, что машина в пробках тоже выключает двигатель внутреннего сгорания и все бортовые системы работают только от аккумулятора. Это здорово. В этом и заключается одна из важных изюминок гибридных технологий. Ну и конечно же, кроме всего прочего, вы получаете нормальную мощность, потому что большинство бензиновых моторов современных, они задушены евростандартами. Все машины превращаются в кегли и в овощи. Если вы смотрите на технические характеристики, то мощность остается той же, объем тот же, а разгон до сотни на две, а то и три секунды хуже. И это по паспортным данным. А в реальной жизни получается вообще настоящая катастрофа. Что касается Тойоты Кемри, вот написано в паспорте восемь и три и она восемь и три выезжает. Понятное дело, что это не шесть и пять, как на моторе три и пять когда-то было, но тем не менее, тем не менее, это на наше голодное время просто отличный результат. И давайте посмотрим, смогут ли что-то противопоставить вот этому мотору наши знаменитые турбодизели от европейцев. У пятьсот восьмого новый турбодизель мощностью сто восемьдесят лошадиных сил и крутящим моментом четыреста ньютонов. По паспорту автомобиль разгоняется до сотни за девять и четыре секунды, что по нашим временам очень даже неплохо. В реальности обстановка выглядит еще лучше. Пятьсот восьмой не просто подтверждает результат, но и улучшает его с показателем в девять и три секунды. Суммарная мощность бензинового электрического мотора Кемри составляет двести восемнадцать лошадиных сил. Разгон до ста километров по паспорту восемь и три секунды. Результат наших заездов восемь и шесть. Медленнее заявленный характеристик, но точно меньше девяти секунд. И наконец, Volkswagen Passat. У него двухлитровый турбомотор и шестиступенчатая коробка ДСГ. Мощность сто пятьдесят лошадиных сил. Разгон до сотни восемь и девять секунды. Но это похоже в мечтах производителя. По факту у нас получилось десяти шесть. И сразу отвечаем на вопросы зрителей. В этой комплектации нет никакого лонч контроля. И да, мы в курсе, что существует двухлитровый турбомотор мощностью не сто пятьдесят, а сто девяносто лошадиных сил. И он должен набирать до сотни за семь и девять секунды. Что говорит не в пользу тойоты? Первое. Это отсутствие качественных графических панелей. Отсутствие качественной компьютерной графики на этих панелей. Не слишком уж премиальная отделка салона. Вот эти вот сидения однозначно выполнены из эко-кожи. Карты дверей это достаточно деревянный пластик. Хотя, конечно, собрано все хорошо и есть большие надежды на знаменитую тойотовскую надежность, когда вот эти вот салоны через десять лет будут выглядеть точно так же, как и выглядели в первый год эксплуатации. Тем не менее, если вы посмотрите на тот же пятьсот восемь, то все становится очевидным. Что касается Volkswagen Passat, да, там будем обсуждать отдельно. Какие фишки есть у тойоты, которых нету у конкурентов? Что мне нравится в этом автомобиле? Ну, во-первых, это индукционная зарядка. Во-вторых, понятно, это EV режим, когда ты тихо крадешься по парковке или отъезжаешь от своего родного загородного дома. В-третьих, ну, в-третьих, это, конечно, регулируемые задние спинки сидений на электротяге. Это, конечно, настоящая премиальная опция, но давайте не будем забывать, что именно эта опция не позволяет вам также складывать задние сидения. И вот это уже знаете, можно рассматривать как недостаток. Впрочем, вы всегда можете выбрать комплектацию, где эти задние сидения не складываются. Другой вопрос, почему было сделано так? Ведь есть огромное количество ну, правда, премиальных автомобилей, где и спинки задние регулируются и где эти же спинки на электротяге складываются. Наверное, ответ кроется в моем вопросе. Тойота Кемри, имея все вот эти опции по-прежнему не является премиальным автомобилем. Ну, и, конечно же, мне очень нравится вот эти вот алюминиевые вставки на центральной консоли и на торпедо. Они и смотрятся неплохо и по тактильным ощущениям хороши. Ну, и, наверное, еще раз отдельно нужно сказать о том, что салон у тойоты не только удобный и комфортный. На фоне конкурентов он просто гигантский чуть не забыл. Когда я говорю про энергоемкую подвеску у тойоты Кемри, вы просто не понимаете масштабов этого всего всемогущества. Дело в том, что если, например, даже сравнивать с новой тойотой RAV4, то у Кемри подвеска более энергоемкая. Она съедает девяносто девять процентов украинских ям, а это аргумент. При этом нет никакого акустического дискомфорта. Она все это проглатывает молча. Вся эта борьба проходит незаметно. Нет никакого грохота битой посуды, как это очень часто может делать Volkswagen. Нет никаких глухих ударов, которые может демонстрировать Peugeot пятьсот восемь. Нет. Тойота Кемри с весьма видимым врагом на дороге. Ведет очень аккуратно, ведет незаметно и ведет эффективно. Эта подвеска мне невероятно нравится. Эта подвеска знаете как в лэнгкрузере Прада, но только на легковом автомобиле. Никто, никто в Украине вот с этой подвеской, я думаю, сравниться не может. Другое дело управляемость. Здесь, конечно, мы можем говорить, что всему есть своя цена. Но если вы хотите получить комфортный автомобиль, который вас приведет через все ужасы украинского асфальтового бездорожья, то здесь Toyota Camry номер один. Вам, конечно, может показаться, что вот я вам рассказываю, что в салоне автомобиля очень тихо, а за бортом шумно. Просто мы сейчас еще выполняем несколько задач одновременно. При этом едем со скоростью сто тридцать километров в час. Это так, чтобы нас никто не обвинял, что мы нарушаем правила дорожного движения. Едем очень быстро, при этом в салоне абсолютно спокойно и комфортно, как для такой скорости, разумеется. На скорости шестьдесят тире девяносто километров в час вы вообще ничего не услышите. Все будет как в закрытом, хорошо изолированном кабинете Volkswagen Passat это автомобиль, который является признанным лидером в своем классе, очень хорошо продается, имеет великолепную репутацию в Украине. Его главные аргументы это консервативный, я бы сказал классический дизайн седана. Он очень геометрически взвешенный, без лишних вензелей и редко бывают перегружены какими-то ненужными элементами и красивостями. Обратная сторона медали заключается в том, что многие пользователи считают, что Volkswagen это скучный бренд. Тем не менее, похоже, что людей, которые влюблены именно в такой сдержанный дизайн гораздо больше, чем тех, которые нет. А теперь давайте перейдем к дизайну интерьера. Volkswagen Passat. Я уже говорил, что очень жаль, что мы не смогли взять на тест седан, но его физически нету в тестовом парке. Еле выцарапали мы универсал, но будем рассказывать о тех вещах, которые вы встретите практически в любой версии Passat для того, чтобы не устраивать здесь абсолютно непонятный сравнительный тест-драйв, когда у нас вмешались кони люди и немножко еще маленьких лохматых монгольских лошадок. Говорим мы о салоне автомобиля. Он тоже просторный. У него не так заваленные передние стойки, как у пятьсот восьмого и у например Toyota Camry посадка в автомобиль гораздо более удобно потому что тебе надо меньше сворачиваться калачиком из-за этих самых стоек. Внутри у нас очень хорошие качественные материалы по крайней мере в этой комплектации. Ну еще бы. Этот автомобиль вот в таком виде стоит сорок семь тысяч долларов. У нас кожаный мультифункциональный руль. Много алюминия. Сидения с классной развитой боковой поддержкой. В середине у нас вставки из кожи. Это кожа Napa. Вот этот вот карбон, который на боковинах. Мне он не очень нравится, но это тоже кожа. В общем, сидения не столько, как по мне, красивые, сколько удобные. Если мы говорим про крены, то вот эти вот сидения тебя удерживают максимально хорошо. При этом это знаете не уже прекрасные спортивные ковши, в которые тебя утрамбовали, а потом домкратом обратно вытащили. Нет, это очень хорошие сидения, которые имеют отношение больше к комфорту, чем к спорту. Если говорить о графической панели, то здесь Volkswagen безусловно лидер. Ему может, конечно, бросить вызов Peugeot пятьсот восемь. Об этом поговорим отдельно. Но вот эта графическая панель, она конечно потрясала воображение, когда впервые появилась, а появилась она гораздо раньше, чем у конкурентов. Что касается мультимедийной системы, она тоже очень классная. Мне нравится система перелистывания, но здесь оно не реализовано, зная, что в других посадах вы можете уже заказать мультимедийную систему, где просто, например, листаете радиостанции. Здесь очень классная камера на триста шестьдесят градусов. Эта камера по качеству превосходит камеру как в Peugeot пятьсот восемь, так и в Toyota Camry. Камера заднего вида тоже великолепна. Понятное дело, что здесь есть кнопка старт и также есть режимы езды. Можем выбирать между эко, нормал, спорт и индивидуал. Что касается графики компьютерной, то она, конечно, ну, если сравнивать с Toyota и Camry, то у Toyota наскальная компьютерная графика, а у Volkswagen Passat современный образец. Могли бы лучше, но тогда бы ничего не осталось Audi. Что касается жизненного пространства, огромная подрамная крыша, открывается люк. Здесь очень много места, также как и в Toyota Camry. Ну, я думаю, что просто Passat чуть поуже и за счет того, что спинки задних сидений в Toyota отбрасываются, там чуть комфортнее, но не будем забывать, что в Passat эти спинки задних сидений складываются. Что касается багажников, трудно обсуждать по одной простой причине. Здесь у нас универсал. Руль у нас очень классный. Здесь у нас есть подрулевые лепестки, есть прошивочка. Внизу у нас полочка, что мне не очень нравится, но после Peugeot пятьсот восемь, где практически прямоугольный руль, вот Passat уже прям классический из прошлого столетия. Я уже говорил, что салон здесь большой, но думаю, что если сравнивать по размерам, по крайней мере, по ощущениям, самые тесные у Peugeot пятьсот восемь. Там ты практически сидишь спортивном купе. На втором месте у нас идет Volkswagen Passat. Здесь ты сидишь в классном легковом автомобиле, где у тебя очень много жизненного пространства. Ну и мне кажется, что самый большой салон все-таки у Toyota Camry, потому что там такое впечатление, что он не объятный. А если вы обратили внимание, здесь у нас темный потолок. Обычно сразу после этого я говорю, что это сделано для того, чтобы добавить автомобилю премиальности. Теперь буду говорить, что теперь такая мода, потому что все уже решили добавить своим бизнес автомобилем и даже обычным хэтчбеком премиальности и начинают делать темные потолки. И знаете, мне вот эта мода начинает нравиться. Понятное дело, что здесь коробка DSG. Понятное дело, что мы можем переходить спорт режим. Понятное дело, что Volkswagen Passat с этим мотором далеко не овощ, но быстрее ли он своих конкурентов? Хороший вопрос. Теперь давайте поговорим по шумоизоляции. Здесь все неплохо, но не так волшебно, как в Toyota Camry и надо сказать, что даже не так хорошо, как в Peugeot пятьсот восемь. Что касается подвески, понятное дело, что она отличная, что она заточена под скоростные немецкие автобаны, что она очень хорошо стоит на дуге, что это управляемый автомобиль, но если говорить об энергоемкости подвески, то будьте уверены, на украинских дорогах вас ждет акустический дискомфорт. Он не грандиозный, но вы будете слышать, что это самая подвеска у вас есть и что это самая подвеска вот в эту самую секунду для вас работы. На змейке тоже было интересно. Как оказалось, все три конкурента, несмотря на статус и лучших в классе, спортивные дизайны или репутацию беременной антилопы в поворотах, змейку проходят по-разному, но за одинаковое время. Одиннадцать секунд. Разница только в сотых. При этом время Тойоты одиннадцать ноль девять, Пассата одиннадцать шестнадцать и Пежо одиннадцать восемнадцать. Короче, тут всех может рассудить только фотофиниш или фоторобот или фотошоп. На трассе автомобиль выглядит резвым. Тут наверняка крутящий момент за четыреста ньютонов. И честно говоря, эта машина мне тоже очень и очень нравится, потому что знаете, она во всем вот тот самый европейский стандарт и золотая середина. Возможно, Фольксваген Пассат это не выдающийся автомобиль, но у него вы точно не сможете найти какие-то явные слабые стороны. Немцы всегда стараются сделать так, чтобы автомобиль выглядел по всем показателям ровным, а лучше ровный плюс. Кстати, здесь я тоже обнаружил индукционную зарядку и понятное дело, что у нас двухзонный климат-контроль, а также есть активный круиз-контроль, который теперь также есть и в Тойоте Кэмри. Что касается Пежо пятьсот восемь, там тоже мы все это проверим и осмотрим. О внешности Пежо пятьсот восемь можно рассказывать очень долго, но я наверное начну с того, что сегодня, пока мы меняли номера на автомобиле. Рядом с нами остановилась Audi A5. Оттуда вышел мужчина и начал задавать вопросы, а что это у вас за ракета? Откуда она взялась и действительно ли это Пежо? Так что когда французы делали фастбек и пытались сделать его максимальным эффектом, у них получилось. И получилось очень неплохо. Я, конечно, пока по-прежнему не в восторге от этих саблезубых клыков у автомобиля спереди, вот эти LED-подсветочки, но не будем забывать, что это же львенок, а может быть даже полувозрелый лев. Это такая вот собственная французская история. Поэтому я оцениваю дизайн Пежо пятьсот восемь, как очень эффектный, очень эмоциональный и, скорее всего, очень правильный. Потому что французы уже пробовали делать большой, очень такой солидный пятьсот восьмой Пежо и это все закончилось грандиозным провалом и вся вот эта история B2B мы будем делать французскую Кемри, которая будет продаваться хорошо в Париже. Оказывается, французам не нужны вот эти большие огромные седаны, в которых должны ездить большие консервативные бизнесмены. Нет, все по-другому. И вот все по-другому вы сейчас видите перед собой. Теперь давайте перейдем к дизайну интерьера. Ну, что сказать, ребятишки. На самом деле у меня четкое ощущение, что я сейчас нахожусь внутри салона концепт-кара автомобиля, который сделан для выставки для того, чтобы показать вот смотрите, как мы умеем. Смотрите, какое футуристическое будущее вас ожидает. Потом выходит серийная версия и вообще ничего этого вы встретить не можете. С Пежо пятьсот восемь все наоборот. Вот предыдущая версия была серийная никакая, а сейчас у нас просто внутри концепт-кар, который случайно попал в серию. Здесь просто здорово. Посмотрите на эту ручку переключения передач. Посмотрите на эти углы. В конце концов, посмотрите на вот эти металлические алюминиевые тумблеры. Мне немножко напоминают, кстати, миникупер, но тем не менее. Посмотрите на фирменную систему i-кокпит. i-кокпит это когда у вас маленький руль и на щиток приборов, вы смотрите не в щель между рулем и рулевой колонкой, а вы смотрите над рулем. А этот самый щиток приборов находится на линии горизонта. При этом я честно говоря, должен сказать, что мне по-прежнему не помешала бы проекция на лобовое стекло и наверняка в Пежо пятьсот восемь она есть. Просто для украинских потребителей она не очевидна. Руль у нас маленький, практически, ну не то чтобы квадратные, но у нас две полки снизу и сверху. Есть подрулевые лепестки. Еще раз повторюсь, не покидает меня ощущение того, что я нахожусь в спорткупе. Здесь немного места. Автомобиль как перчатка тебя облегает. Это хорошее ощущение. У меня здесь нету приступов клаустрофобии. У меня просто здесь есть ощущение единения с автомобилем. Я нахожусь в нем. Я не всадник. Я не на автомобиле. Я часть этого механизма. Стойки, понятное дело, у нас завалены. Когда вы будете садиться на передние и задние сиденья, помните о том, что голову нужно прятать в карман. Кстати, здесь точно так же, как и в купе безрамочные двери. Безрамочные двери как для водителя и переднего пассажира, так и для задних пассажиров. Это, конечно, дополнительное очарование для вас. Безрамочное зеркало, ну, это понятно. Теперь давайте поговорим о качестве материалов. Если вы посмотрите на эти сиденья, то вы поймете, что они выносят подни ворота. Ну, Кемери просто не существует на этом уровне отделки. А что касается Volkswagen Passat, то Passat выглядит знаете, простоватым, очень аккуратным, вежливым пареньком откуда-то из провинции. А здесь чувствуется, что перед вами высокая мода. Настоящий парижанин. Ничего не скажешь. Что касается стиля, что касается подбора материалов, что касается дизайна, то, конечно, Peugeot пятьсот восемь выглядит просто великолепно. То же самое касается подбора материалов. Вот мне никогда не нравился глянец черный, но даже здесь я готов его принять. Хотя на центральной консоли все это пачкается и перед съемками мы опять все это натирали. И кстати, обратите внимание, что потолки у нас тоже темные и для высоких пассажиров здесь есть выштамповки для головы. То же самое касается и для задних пассажиров. Кстати, когда мы говорим об удобстве задних пассажиров, понятное дело, что там на самом деле это место для двух пассажиров. Если вы крупный, если вы высокий, то Toyota Camry и Volkswagen Passat вам представит гораздо больше жизненного пространства. А вот что касается ощущения уюта, то возможно здесь Peugeot пятьсот восемь может представить что-то свое. Кстати, для передних пассажиров у нас также предложен массаж. Сидение у нас массажное. Можно выбрать несколько вариантов работы. Что касается компьютерной графики. Если посмотреть на щиток приборов Peugeot пятьсот восемь, он практически не уступает по графике Volkswagen, но здесь меньше вариантов, меньше индивидуализации. Вы также можете менять темы и выглядят они весьма элегантно. Хотя сам щиток приборов, я думаю, что поменьше, чем у Volkswagen Passat, но это не суть важно, потому что щиток приборов информативный. Но нет у меня к нему никаких вот особых замечаний. Что касается вот этого большого щитка приборов, здесь также есть камера заднего вида, но она уступает по качеству Volkswagen Passat где-то находится на уровне Toyota Camry. Если здесь режимы езды, да, есть. Мы можем выбирать между режимом нормально, эко и спорт. Также можем выбирать индивидуальные настройки. Коробка у нас, естественно, автоматическая, есть подрулевые лепестки. Я, кстати, по-моему, шесть ступеней у нас. Нет. Восьмиступенчатая у нас коробка автоматическая, что, конечно же, добавляет плавности хода автомобилю и эти переключения отнюдь не тупые. Кстати, вот прям сейчас вспомнил, что и на пятьсот восьмом и на рифтере и вообще на новом поколении Peugeot. Будьте добры, встречайте восьмиступенчатые автоматические коробки передач. Времена вот тех странных тупых роботов и не менее странных тупых шестиступенчатых автоматов, похоже, канули в лету. И это очень хорошая новость, которая безусловно отразится не только на комфорте, но также отразится на расходе топлива. Положительную сторону. Машина будет грызть меньше и с топливом. Peugeot пятьсот восемь. Ожидаемый управляемый автомобиль. Французы, как я люблю говорить, долгие десятилетия участвовали во многих спортивных программах. Вообще в ралли Peugeot и Citroen далеко не новички. Давайте вспомним двести пятых GTI. Давайте вспомним другие легендарные модели. В общем, французы очень давно научились сделать автомобили и управляемые и комфортные и очень юркие. Все эти характеристики также присущи пятьсот восьмому. Что касается энергоемкости подвески. Да, конечно, она не настолько гениальная, как в Тойоте Кемри, но легко может посоревноваться с Volkswagen Passat и даже побеждать его по этим параметрам. Если говорить про управляемость, тут, конечно, нужно сравнивать лоб в лоб, но мы на данном этапе нашего развития пока отказались от переставки, потому что практически во всех машинах перестали отключаться системы курсовой устойчивости. И вместо того, чтобы продемонстрировать, насколько качественно и быстро автомобиль может проходить лосиный тест, мне приходится сражаться с системами безопасности и по сути тестировать только их. Кстати, что вы думаете? Может по-прежнему проходить переставку при помощи систем курсовой устойчивости и просто определять, насколько эти системы помогают вам в реальной жизни выжить в экстремальной ситуации? Пишите в своих комментариях. Пятьсот восьмой далеко не овощ. Этот автомобиль имеет отличный дизельный мотор, турбированный, мощность сто восемьдесят лошадиных сил, уверен, что под четыреста ньютонов крутящего момента и по ощущениям он точно выезжает из десяти секунд. Все знают, что у Peugeot педаль тормоза настроена максимально чувствительно и часто кажется, что автомобиль тормозит мгновенно, резко и максимально эффективно. Что ж, давайте посмотрим. Худшее торможение француза десять метров девяносто пять сантиметров. Лучший результат десять шестьдесят восемь, а средняя арифметическая трех заездов десять метров семьдесят семь сантиметров. Надо признать, что результаты пятьсот восьмого на торможении выглядят очень стабильными. Чем же ответит Passat, который всегда выглядел стабильным? Первое торможение просто на отлично девять метров, а вот второе выглядит заупокойно. Одиннадцать тридцать один. При этом третье снова неплохо. Десять метров семьдесят пять сантиметров. Что же в итоге? Наш ответ десять метров тридцать пять сантиметров. И наконец Toyota. Лучшее торможение Camry одиннадцать метров десять сантиметров. Худший результат двенадцать сорок пять. Средний результат одиннадцать метров восемьдесят пять сантиметров. Таким образом, первое место занимает Passat. Второе с незначительным отрывом пятьсот восьмой. И третье достается Toyota, которая проигрывает конкурентам как минимум метр. В технических характеристиках Peugeot 508 указано, что с двухлитровым турбодизелем на переднем приводе и с восьмиступенчатым автоматом расход топлива на трассе четыре четыре литра. В городе шесть и четыре. Смешаны пять и два. В своих тестах мы проверяем расход на трассе, используя круиз-контроль. На скорости в девяносто и сто тридцать километров в час. В первом случае у нас получилось пять и пять литров на сто километров. Во втором пять и семь. При том, что скорость была выше на сорок километров. Есть ли этому логичное объяснение? Возможно, это наличие восьмой передачи. Для гибридной переднеприводной Тойоты с бензиновым двух с половиной литровым мотором и коробкой ECVT расход не проблема. По крайней мере на бумаге. В городе пять и два на трассе четыре и четыре комбинированы четыре и пять. Что в реальности? При скорости девяносто на трассе получилось пять и один. При ста тридцати пять и пять. В обоих случаях это чуть больше, чем по паспорту. Но мы помним, что гибрид максимально эффективен в городе и в тянучках. У пасата передний привод. Два литра турбо, коробка шестиступенчатая с двумя сцеплениями ДСГ. Расход в городе пять и три литра. На трассе четыре и один. Смешанный четыре и пять. Что получилось у нас? При скорости девяносто километров в час на круиз-контроле получилось четыре и два литра. При ста тридцати пять и пять. Знаете, у меня сложилось впечатление, что у нас на самом деле, несмотря на такой разнобой получился просто отличный показательный тест. Вольсваген в очередной раз подтвердил, что он практически не имеет слабых сторон. Тойота Кемри продемонстрировала свои лучшие стороны и похоже доказала, что дальновидная стратегия Тойоты и ставка на гибриды начинает переносить свои плоды и она абсолютно верна. И, наверное, это еще один повод задуматься нам по поводу того, почему Тойота не спешит развивать полные, чистые электромобили, а делает ставку на гибриды. Возможно, она опять что-то знает. Что касается Пежо пятьсот восемь. По-моему, это самый элегантный и самый авангардный автомобиль на нашем тесте, салон которого может сорвать крышу любому неокрепшему уму. При этом эта машина удобная, при этом эта машина быстрая и экономичная. В общем, мне кажется, что французам удалось сделать автомобиль элегантный, автомобиль эффектный, но при этом удобный и достаточно практичный. Что думаете вы? Пишите в своих комментариях. Будет интересно понять, что же вы поняли из этого сравнительного теста. Вы смотрели программу две лошадиные силы. С вами был Рауль. Встретимся на следующей неделе.